Главное на сегодня это ответный удар американцев по иранским прокси на Ближнем Востоке. Не так давно проиранские шинские группировки нанесли удар беспилотникам по американской военной базе в Иордании, базе Рукбан. Погибло трое американских военных и более 30 было ранено. США пообещали ответить и обещают уже целую неделю. И возможно в то время как вы будете смотреть этот выпуск, ответ вы уже будете знать. Во всяком случае американские стратегические бомбардировщики были переброшены в Великобританию. Таким образом мы скоро будем свидетелями американского ответа на удары иранских союзников по базам США на Ближнем Востоке. Которые, кстати говоря, продолжаются. Американская кампания в рамках операции «Страж процветания» не произвели ни малейшего впечатления на еменских хуситов, которые продолжают войну против Израиля и его союзников. И то же самое делают шиитские военизированные группировки, проиранские формирования в Ираке и в Сирии. Но, видимо, ударом по базе в Иордании американцев достали. Тем временем приходят другие интересные новости. Катарские источники сообщают, что якобы достигнуто соглашение о перемирии в секторе Газы. Израиль на него вроде бы согласен и Хамас тоже. И в этом случае будет остановлена война в секторе Газы. Но нет официального подтверждения. А все ссылки только на те самые катарские источники. Конечно, для американцев это будет крупный дипломатический успех. В этом случае израильская армия освободится от необходимости воевать в секторе Газы и может все свои усилия сосредоточить на Северном фронте, на операциях в Ливане против главной проиранской силы на Ближнем Востоке. Это Хезбалла. Далее. Если все-таки война в секторе Газы будет остановлена, это будет означать, что администрация Байдена додавила правительство Бен Еми на Нетаньяху и, видимо, использовала для этого рычаги военной и экономической помощи. Конечно же, были новости о том, что США вводят санкции против израильских поселенцев на палестинских территориях. Однако же это комариный укус для Израиля. А вот прикрутить кран военной и финансовой помощи — это совсем другое. В общем, если в Газе мир, значит, Байден продавил Нетаньяху и отправил его в поход против Хезбаллы на Север. Насколько он будет успешный и будет ли остановлена война между Хамасом и Израилем, покажет время. Пока одна сплошная неизвестность. Новость номер два, которая, безусловно, тоже в топах. Европейский Союз 1 февраля принял решение продолжить финансирование Украины. На четыре года Украине дадут 50 миллиардов долларов, то есть каждый год по 12,5 миллиардов, а это примерно треть украинского бюджета. Но Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, который долго сопротивлялся такому решению, он настоял на том, что каждый год эта сумма будет переутверждаться, а через два года сам пакет помощи может быть вообще пересмотрен. Европейский Союз долго давил на Орбана и даже шантажировал его тем, что деньги из европейских фондов не пойдут в Венгрию. Но, в конце концов, Орбан, удостоверившись в том, что Венгрия получит деньги от фондов ЕС, все-таки согласился, включил задний ход, но при этом сказал, что все равно не имеет смысла финансирование Украины, поскольку эти деньги не помогут Украине и Западу выиграть войну против России. В принципе, и не было никаких сомнений, что Европейский Союз может не дать деньги Украине, поскольку в этом случае Украину ждет мгновенный финансово-экономический коллапс. Европейский Союз, конечно, будет давать деньги ровно столько, чтобы Украина продолжала функционировать как государственный организм. Но с Америкой немножко другая история. В США до сих пор не пришли к консенсусу, стоит ли давать деньги Украине и сколько именно давать. А все потому, что украинский вопрос попал в жернова двухпартийной американской политики. В то время как администрация Байдена настаивает, причем настаивает категорически, что Украине надо немедленно дать деньги и в большом размере 61 миллиард долларов, то есть даже больше, чем ЕС, примерно сопоставимо. Но, с другой стороны, победившие во время последних промежуточных выборов в Конгрессе США республиканцы, они не хотят идти на поводу администрации Байдена и отказываются выделять финансирование для Украины, пока эта самая администрация Байдена не ответит на два главных вопроса. Во-первых, каков план? Чего конкретно США хотят добиться на Украине? Плана нет, Байден не отвечает на этот вопрос. Ну и второе, это, конечно, пресловутый вопрос о южной границе. Дело в том, что республиканцам, а особенно губернаторам южных штатов, до смерти надоел миграционный вопрос. И то, что через границу в США нелегально переходят десятки, сотни тысяч, и даже миллионы нелегальных мигрантов. Техас и ряд южных штатов пошли на прямой конфликт с Вашингтоном, стали сооружать укрепление на границе. Байден посмотрел на все это и решил было проявить твердость, однако пока эта ситуация несколько подвисла. Пока не будет решен вопрос о южной границе, пока не будет достигнут соглашения, американских денег не будет. Но, в принципе, американцам нечего расстраиваться. А все потому, что европейцы, конечно, деньги на Украину выделили. Но собственных запасов оружия и боеприпасов в Европе уже давным-давно нет. Все отдали Украине еще в прошлом году. И поэтому выделенные Европой деньги пойдут американскому военпрому. Так что все хорошо для Америки. И новость номер три, которая попала в наш ТОП. Она связана с предыдущей. Это самая ситуация вокруг южной границы США. Дело в том, что федеральные власти США, то есть администрация Байдена, пободавшись с властями Техаса и еще 26 штатов, все-таки решили не обострять. И Техас спокойно строить себе пролочное заграждение. В Техас защищать границу между Мексикой и штатом Техас идут подразделения национальной гвардии добровольца с южных штатов. И на это абсолютно сквозь пальцы смотрит администрация Байдена. Потому что если эта самая администрация вступит в жесткий конфликт с южными штатами, то на самом деле не видать Байдену победы на президентских выборах США, которые запланированы на этот ноябрь. У Байдена и так небольшие шансы победить на этих выборах, потому что есть фактор Трампа. Трамп идет как танк, он, судя по всему, станет кандидатом от республиканцев. Единственной надеждой Байдена является остановить его в феврале с помощью американского суда. Но пока непонятно, удастся или нет. Трамп с вероятностью достаточно высокой будет кандидатом от республиканской партии на грядущих выборах. И в этой ситуации углублять внутригосударственный конфликт между федеральной властью и властями отдельных штатов очень нецелесообразно для Байдена. Байден решил просто сделать вид, что ничего не происходит. Высказал свое мнение, что Техас действует неправильно и спокойно ушел в сторону пожимать руку какому-то невидимому собеседнику. Новость номер четыре. Это продолжение истории со сбитым российским Ил-76 над Белгородской областью. Там погибло несколько десятков украинских военнопленных и вот Следственный комитет России наконец определил причину. То есть назвал виновника. Российский Ил-76 был сбит американской системой ПВО зенитно-ракетным комплексом Патриот. То есть фактически Украина использовала западное, в частности американское оружие для того, чтобы сбить самолет на той территории в границах 1991 года, которую Запад признает российской. Дело в том, что ранее Киев обещал Западу не применять западные образцы вооружений над территорией России в границах того самого 1991 года. Но вот применил. Виновник назван. Но что это означает? Тут все зависит от реакции официальных российских властей. Что они будут делать и какие меры они могут предпринять против тех же Соединенных Штатов. И это самая главная загадка. Российские официальные каналы достаточно большой помпой сказали, что вот мы выяснили, это американцы. Ну и теперь главный вопрос. Что дальше? Пойдет ли Москва на обострение? Предпримет ли какие-то действия против США? Или сделает что-нибудь иное? Посмотрим. Новость номер пять. Это крупнейшее учение организации Североатлантического договора у границ России. Называются они Steadfast Defender или Стойкий Защитник. Эти учения крупнейшие со времен Холодной войны и продлятся они до конца мая. 31 января они начались и, видите, будет идти фактически несколько месяцев. Ничего подобного НАТО после окончания той первой Холодной войны не делала. Но вот теперь решила погрозить России пальцем. Дело в том, что НАТО передала значительную часть своих арсеналов, в особенности это касается европейских союзников, для нужд Украины. Теперь у НАТО выбор. Либо прекращать конфликт на Украине, либо резко наращивать военное производство. Судя по всему, выбор будет сделан в пользу второй стратегии. Все НАТО, и европейские страны, и североамериканские страны постепенно втягиваются во вторую Холодную войну, которая, как мы знаем из опыта прошлого, балансирует где-то рядом с настоящей, с горячей войной. Поэтому НАТО учится и готовится воевать с Россией. Учения пройдут и в Восточной Европе, и при Балтике, и в Скандинавии. То есть, готовятся к конфронтации, готовятся для того, чтобы противостоять России, готовятся для того, чтобы воевать с российской армией. Что ж, это такая новая реальность, тут абсолютно ничего удивительного. На самом деле, война между Россией и НАТО уже идет, идет она в прокси-форме, поскольку, собственно говоря, именно украинские вооруженные силы, они закончились примерно где-то к июню 2022 года, через несколько месяцев после начала российской военной операции на Украине. А теперь Украина воюет теми запасами, которые ей передавали страны НАТО. И советского образца, которые остались у стран Варшавского договора, и натовского образца. Даже основной калибр артиллерии теперь у украинской армии – это натовские 155 мм. Ничего удивительного, что, ведя прокси-войну с Россией на территории Украины, НАТО, в общем-то, готовится и не к прокси-войне. Россия тоже должна быть к этому готова. Кроме того, в ходе учений НАТО будет отрабатываться ядерный удар по территории России. Потому что ядерная война в случае прямого столкновения между Россией и НАТО вполне может стать ужасной реальностью. Новость номер шесть. Это, конечно же, фермерские протесты в Европе. Германия, Франция, Италия, Бельгия и, как говорится, остальным приготовятся. Но пока все без эксцессов. Конечно, забавно наблюдать, как европейские фермеры вываливают навоз на тротуары перед правительственными учреждениями, как они блокируют дороги, как они красиво едут на своих тракторах по автобанам, по французским шоссе. Однако же это не решительный протест. Это протест строго в определенных политических рамках. Потому что фермеры не берут в руки оружие. Они не пытаются заставить власть сесть за стол переговоров. Фермеры протестуют мирно. Пока речь не идет ни о революции во Франции, ни о революции в Германии, ни о революции в Бельгии, Нерландах или где бы то ни было. Пока это, конечно, никакой не Майдан и близко. И ничего похожего на события, которые мы видели в самых разных странах. В Югославии, на постсоветском пространстве. И это, конечно же, пока такой типичный европейский социальный протест. Да, Макрону тому же в Париже немножко все равно, что французские фермеры ездят и что-то там делают. Они никак не могут повлиять на него. Повлиять могут массовые политические манифестации и готовность отстаивать свои права, в том числе и силовым методом. Но до этого в Европе еще очень далеко. Обстановка не созрела. Хотя, конечно, социальная напряженность растет. И растет очень быстро. Посмотрим, до какой точки кипения могут дойти протесты европейских фермеров. И пойдут ли остальные социальные группы за ними. Конечно, можно сказать, что будут выборы. И весь этот социальный протест выльется в то, что действующие правительства проиграют и потеряют власть в своих странах. Но не надо тоже сильно обольщаться. Потому что политтехнологии творят чудеса. Поэтому, да, мы можем констатировать, что социальная напряженность в Европе растет. Но выльется ли она в чисто политический результат? Это большой вопрос. Новость номер семь. Это, конечно же, увольнение или не увольнение Валерия Залужного, командующего вооруженными силами Украины. Несколько дней назад прошла новость о том, что Зеленский якобы уже фактически уволил Залужного. Об этом сообщили несколько источников, близких к украинским правительственным кругам. Однако, потом появился заложный Шрёдингера. То ли уволен, то ли нет. Целый ряд украинских депутатов подтвердили, что Залужный уже уволен. А потом оказалось, что не уволен. В Киев экстренно метнулась заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. Та самая, которая раздавала печеньки на Майдане. И понятно, зачем она поехала в украинскую столицу урегулировать конфликт между Зеленским и Залужным. И вроде бы урегулировала. Пообещала Украине больше оружия и улетела в Вашингтон. А в это время Залужный, как ни в чем не бывало, продолжал командовать украинской армией и продолжает делать это на момент записи нами этого выпуска. Что случилось? Видимо, Зеленский действительно хотел уволить Залужного. Но потом позвонили из Вашингтона. И он решил этого не делать. Но, однако же, многие на Украине говорят, что увольнение Залужного дело решенное. Вместе с тем, Залужный, как ни в чем не бывало, дал большое интервью американскому телеканалу CNN, где рассказал, как он будет дальше воевать с Россией. То есть никаких планов у Залужного уходить добровольно нет. Однако Зеленский, возможно, как говорят некоторые, завидуя популярности Залужного, а рейтинги у него выше, чем у Зеленского, очень хочет Залужного отправить куда подальше. Например, послом в какую-то страну. А Залужный этого не хочет. Странную позицию занимают потенциальные преемники Залужного. И генерал Сырский, и глава главного управления разведки Буданов. Они то хотят занять место Залужного, то не хотят. В общем, можно утверждать определенно только одно. В украинском политическом истеблишменте началась мышиная возня. И, кроме того, можно также констатировать, что между Зеленским и Залужным есть сильный конфликт. Но говорить такое, это становиться капитаном очевидности. Новость номер восемь, она отчасти внутрироссийская. В Лондоне арестован бывший губернатор Севастополя и бывший замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников. Ну, тут говорится, а где мозги из этой серии? Потому что Овсянников, он, когда ушел со своих государственных постов, завязал бизнес в Европе, на Кипре, Европейский Союз вводил против Овсянникова санкции, а потом снял эти санкции. И Овсянников спокойно заявился в свой дом в Лондоне, который, кстати говоря, неизвестно, когда он еще купил. И находился там, как бы не понимая, что Великобритания сейчас уже не в Европейском Союзе. И вот британские спецслужбы пришли домой к Дмитрию Овсянникову и арестовали его за то, что он якобы отмывает деньги. Что тут можно сказать? Во-первых, первый вопрос. А почему у крупного российского чиновника, замминистра и губернатора одного из регионов есть шикарный особняк в Лондоне? Это первое. Второе. А, собственно говоря, почему такого человека с таким IQ, который просто не знает международных законов и не понимает, в каком состоянии сейчас находится наша страна и что происходит в мире, и продолжает спокойно ездить в Лондон? Вот что про его IQ можно сказать? Действительно его способности соответствовали высокому уровню заместителя федерального министра и губернатора одного из регионов? Может быть, это несколько и грубо. Но зато, как говорится, очень верно, на наш взгляд. И сразу появилось несколько версий по Овсянникову в российском информационном пространстве. Версия первая. Он просто просчитался. Версия номер два. Он договорился с западными спецслужбами, а потом каким-то образом нарушил договоренности. И версия номер три. Овсянников — агент МИ-6. И все связано с его арестом — это операция прикрытия британской разведки. Выбирайте на любой вкус. Новость номер девять. Это то, что талибан потихоньку начинает признавать в мире. И вот Китай официально признал движение «Талибан», которое сейчас контролирует Афганистан. Посол талибов вручил верительные грамоты председателю КНР Си Цзиньпиню. И, в общем-то, это понятный и логичный процесс. Если талибан удержит власть еще хотя бы в течение нескольких лет, то начнется же, конечно, парад признаний движения «Талибан». Многие не верили, что талибы смогут контролировать весь Афганистан, пометуя, что они не сумели это сделать в 90-е. Тогда им противостоял очень опытный и сильный противник — Ахмад-Шах Масуд и так называемый Северный Альянс. Но сын Ахмад-Шаха Масуда попробовал посопротивляться и потерпел поражение от талибов. Талибы контролируют 100% территории Афганистана. И, в общем-то, они там власть. И талибы отчаянно пытаются добиться международного признания. Кое-что им уже удалось, потому что Китайская Народная Республика теперь официально признает талибов властями Афганистана. Думаю, что скоро последуют другие. И новость номер 10, связанная со страной, где сейчас находится автор канала «Филипповский 13» — с Турцией. Дело в том, что в феврале в Турцию приедет Владимир Путин проводить переговоры с Раджепом Эрдоганом. Им есть чего обсудить. Вопросов тьма. Во-первых, это, конечно же, торгово-экономические вопросы. Дело в том, что Турция — это крупнейший хаб параллельного импорта в Россию. Турецкие банки прекрасно работают с российскими компаниями. Но недавно что-то пошло не так. Дело в том, что министр финансов США Джанет Йеллен ополчилась на Турцию. И в Турцию приехали американские эмиссары следить за тем, как турецкие банки работают с российскими компаниями. И вот тут у российских компаний начались проблемы. Однако, конечно, Турция является не единственным хабом параллельного импорта. Есть и другие. Но терять Турцию обидно. Поэтому будут договариваться. И, я думаю, в конечном итоге договорятся. Но это не единственный вопрос. Кроме того, есть еще и проблема нелегального зернового коридора. Россия в прошлом году вышла из стамбульских договоренностей по зерну. Но, однако же, объемы вывоза зерна из украинских портов восстановились почти что до объемов 22-го года. И, конечно, это выгодно Турции. Это не очень выгодно России. Но Россия пока не трогает те торговые суда, которые вывозят зерно из Украины. Видимо, российская страна получает что-то взамен. И вот этот вопрос, я полагаю, будет обсуждаться на встрече Путина и Эрдогана. Кроме того, есть Сирия. Ситуация с сирийскими курдами. Это тоже важный вопрос. И за Кавказе, конечно же, где есть шанс на мир, идет подготовка к подписанию мирного договора и договора о границе между Арменией и Азербайджаном. И это тоже очень важный вопрос, поскольку стабильность за Кавказе, или, как сейчас его называют, на Южном Кавказе, гарантирует стабильные торгово-логистические маршруты. Это выгодно Турции, это выгодно России, Ирану. Кстати говоря, Азербайджану и Армении тоже. Поэтому, скорее всего, тема за Кавказе тоже станет темой переговоров. Разумеется, отдельной темой будет Украина. Потому что Эрдоган всегда позиционировал себя как посредника по Украине. С одной стороны, Турция поставляет на Украину военную технику. С другой стороны, она не ввела санкции против России. И, как я уже сказал, на территории Турции действует прекрасный хаб параллельного импорта. Кроме того, Россия строит в Турции стратегический объект, как, например, атомную электростанцию. Российский газ тоже стабильно идет южным маршрутом через Турцию. Поэтому Путину и Эрдогану будет о чем поговорить. Разговор будет весьма интересный. Это была горячая десятка новостей. Но это еще не все. Потому что в этот раз есть еще одна тема, о которой я хотел бы поговорить. Дело в том, что 1 февраля американский журнал Foreign Affairs, это влиятельный журнал, который пишет про историю теории международных отношений, про мировую политику, он опубликовал очень интересную статью, посвященную тому, что Украина должна быть непременно взята в НАТО. Почему она знаковая? А потому что в ней содержатся два очень важных тезиса. Тезис номер один. Гарантии НАТО не автоматические. Пятая статья Вашингтонского договора, который был подписан 4 апреля 1949 года, договор о создании НАТО, она не предусматривает автоматические гарантии. Почему-то и у нас в стране, и во всем мире есть другая информация. Но если Вы внимательно прочитаете текст статьи, Вы увидите, что никакого автоматизма не предусматривается. Так вот, в этой статье, в журнале Foreign Affairs, прямо говорится, да, гарантии НАТО не автоматические. Хотя, конечно, в подавляющем большинстве других публикаций многие годы утверждалось обратно. Но и это еще не все. Там говорится вторая интересная и важная вещь, что как только на Украине наступит перемирие, как только конфликт будет заморожен и огонь прекратится, Украину надо немедленно включить в НАТО, но зону ответственности НАТО не распространять на территории, которые занимают российские войска. В итоге Украина станет членом НАТО, если война будет остановлена. И об этом публикация Foreign Affairs. В общем-то, это и есть та самая, изложенная очень детально, стратегия западной заморозки конфликта на Украине. Как только Россия прекратит на Украине воевать, та часть Украины, которую она не будет контролировать, станет НАТО. И там появятся войска НАТО. Об этом сказано конкретно и на страницах уважаемого издания. Спасибо, что посмотрели наш новостной выпуск. Если он вам понравился, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Филипповский 13», ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Если вы хотите иметь доступ к оперативным новостям, подпишитесь также на наш закрытый телеграм-канал «Филипповский 13», ссылка в описании. На закрытом канале подобные новости выходят в формате аудиоподкастов два-три раза в день. Также, если вы хотите получить доступ к международной аналитике, подпишитесь на мой авторский телеграм-канал «Пинта Разум». Ну и будьте с нами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok